Здравствуйте, дорогие друзья! И в чем же заключается этот итог? С моей точки зрения он заключается в том, что власть окончательно сбросила с себя не только все маски, но и все фиговые листки, которыми она прикрывалась. Помните, она когда-то пыталась имитировать демократию, законность, соблюдение Конституции. Но теперь своими дубинками, своей Росгвардии она сказала всем нам, что уже перестает все это имитировать. Это позор, которым она себя покрыла, говорит нам о том, что нет будущего этой власти. И эта власть скоро уйдет. А мы с вами должны помогать ей уйти. И сегодня мы с вами должны отметить вот это самое 20-летие, его финал. Констатации того факта, что политика Путина к итогу его 20-летнего правления окончательно обанкротилась. Давайте скажем все это вместе. Путин банкрот. Путин банкрот. Путин банкрот. Да, это банкротство. Но с очень одной серьезной оговоркой. Дело в том, что никто не знает, когда и откуда придет антикризисный управляющий. И именно поэтому власть, она понимает, что она банкрот. Поэтому она становится такой злобной, агрессивной. Ей больше нечего предъявить обществу, кроме насилия. И в этих условиях, дорогие друзья, именно гражданское общество становится той силой, единственной силой, которая способна сдержать власть от абсолютно разрушительного воздействия на страну. Если мы с вами будем действовать организованно, сплоченно, то мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит ей нынешняя власть. Для этого, как мне кажется, нам не только надо наращивать массовость нашего протеста, но и повышать его качество. Что я имею в виду? В первую очередь, протест должен стать более организованным. Необходимо создать единую гибкую структуру, которой бы занималась организацией массовых акций. Во-вторых, протест должен быть ответственным. Он должен наращивать иммунитет против провокаторов и провокаций, и всех этих революционных соблазнов, которые только позволяют власти дальше развивать репрессии. И в-третьих, и здесь я согласен с моим другом Григорием Явлинским, который постоянно говорит об этом, протест должен стать более политическим. А это значит, он должен постоянно формулировать конкретные требования и добиваться их выполнения. Семь лет назад, в 2011-2012 годах, к сожалению, все эти признаки отсутствовали. Именно поэтому, несмотря на свою массовость, протест закончился ничем и ушел в песок. Какие требования мы сегодня формулируем, об этом уже говорили. В-третьих, освобождение всех политзаключенных, связанных с московскими событиями, и тех политзаключенных, которые сидят по всей стране. Второе, это допуск всех кандидатов, сдавших подписи необходимое число на выборы в Мосгордуму. Третье, это ликвидация всех фильтров на пути кандидатов в исполнительные и представительные органы власти, субъектов федерации. В-четвертых, это отставка Горбунова и ротация всех московских избиркомов, которые покрыли себя позором при проверке подписей. И пятое, это досрочные, но крайне обязательные, новые выборы мэра Москвы. Дорогие друзья, будем мы сплоченными, будем организованными. Будем политиками, искусственными, умными политиками. И мы обязательно своими руками реализуем юридически то самое банкротство Путина, которое никак не закончится. И осуществим мирный транзит власти в России. И построим новую демократическую, свободную страну. Вернем народу выбор! Вернем народу выбор! Вернем народу выбор! Вернем народу выбор! Продолжение следует...